МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях в Чувашии прямо сейчас. Стройка века. В Шумерлинском районе прошло общественное обсуждение строительства участки дороги М-12. Коварный мороз. Как насладиться прогулкой на свежем воздухе и не заболеть? Молодой душой. Столичный центр социального обслуживания населения проводит занятия для пенсионеров. После недолгого потепления в начале года на Чувашию надвинулись сильные морозы. Столбики термометров сегодня опустились до минус 25 градусов. Завтра возможно понижение до минус 30. Только за новогодние праздники 8 человек были госпитализированы с обморожением. О том, как защититься от холода, в нашем сюжете. Таких сильных морозов не было уже давно. Последние зимы были аномально теплыми. В прошлом году температура воздуха не опускалась ниже 20 градусов. И многие соскучились по настоящей зиме, которая когда-то была в нашей полосе. Морозы, солнце, прекрасно, русская зима. Что еще нужно? Давно ее не было. Конечно, давно ее не было. Давно ждали такую зиму. Вернулась она. Настоящую. Вот она пришла. Постоянно занимаюсь зимним видом спорта. Себя чувствую нормально. Мне 75 лет. Все хорошо. Морозы. Все я переношу очень легко. Для меня нет мороза. Те же, кто отвык от таких холодов, кутаются в одежду. Главное – не допускать переохлаждения и обморожения. У каждого свой рецепт сохранения тепла. Я думаю, нужно стараться одеваться теплее, употреблять продукты, которые быстрее перевариваются, чтобы снабдить тело энергией и согреться в такие холодные времена. Главное – не голодать и, соответственно, носить побольше одежды. Балеречки в кармане греют и шапку, и шанка. Тепло, надо одеваться, многослойность и хорошее настроение. И все же, экстремально низкие температуры опасны для организма. Чаще холод затрагивает нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног. От минусовой температуры сосуды сильно сужаются, перестают поставлять кислород и питательные вещества. Все это приводит к временному нарушению кровообращения, потере чувствительности, в тяжелых случаях – к необратимым нарушениям. К особой группе риска относятся дети, которые, как правило, не замечают обморожение. Первые признаки отморожения – это неприятные ощущения, скажем, на лице, которые подвержены холодовому воздействию рук и ног. Это как онемение, зябкость, чувство покалывания и потери чувствительности. В данном случае нужно зайти в теплое помещение, укрыться от внешних воздействий природных. Это может быть ближайший магазин, кафе, отогреться, выпить чашку горячего кофе, сладкого или чая. Так что не забывайте рекомендации врачей и гуляйте на здоровье. Инесса Потапова, Алина Сусметова, Игорь Зверев, Александр Отяков, Республика. Министерство образования и молодежной политики Республики подготовило рекомендации для школ на случай сильных холодов. Несколько лет назад по утрам по местному радио объявляли погоду и сообщали, какие классы не учатся в случае морозов. Теперь все иначе. Решение об отмене занятий принимает каждый муниципалитет самостоятельно, ориентируясь на температуру на своей территории. При снижении температуры от 25 градусов и ниже для обучающихся первых и четвертых классов рекомендуется отменять занятия. При снижении температуры 28 градусов и ниже рекомендуется отменить занятия обучающимся пятых и восьмых классов. И при снижении температуры от 30 градусов и ниже занятия будут отменены обучающихся десятых и одиннадцатых классов. Министерством образования Чувашской Республики рекомендации подготовлены и в муниципалитет уже отправлены. Школы должны быть оповещены своевременно, для того, чтобы они могли принимать решения быстро и вовремя. Каждое учебное заведение должно оповестить участников. Информацию об отмене занятий нужно искать на сайте школы. При этом, если родители все же отправили ребенка в школу, учителя обязаны провести урок. В Чувашии продолжается вакцинация от коронавируса. В Республику поступила еще одна партия препарата ГАМ-КОВИД-ВАК, включающая 2000 доз. Всего с начала прививочной кампании в Республику поступило 4242 дозы вакцины. Все желающие привиться могут обратиться в поликлинику по месту жительства или записаться через единую горячую линию по новой коронавирусной инфекции по номеру 122. К этому дню вакцинировано около 900 человек, в том числе 478 сотрудников медорганизации, 314 сотрудников образовательных, социальных организаций, волонтеров. 82 человека уже закончили вакцинацию двумя компонентами. Между тем, количество заболевших коронавирусом в Чувашии сократилось. Уже несколько дней суточный прирост меньше 100 человек. Одновременно растет число выздоровевших, свободных мест около тысячи. Это примерно треть от общего фонда ковид-коек. С начала года на территории республики произошло 36 пожаров. В них погибли 14 человек. Очередное огненное ЧП произошло в деревне Нижней Панклеи Маргаушского района. Погибла хозяйка жилья, ее 40-летний сын и соседка. Основными причинами пожаров на территории Чувашьей Республики является нарушение правил устройства эксплуатации печей, электрооборудования. Стоит холодная погода. Жители начинают активно пользоваться печами, топить свое жилье. Необходимо следить за состоянием печей и электрооборудования дымоходов в своем жилье. Необходимо напоминать детям о том, что пожарную охрану можно вызвать по номерам телефонов 01-101 и на единый номер телефона 112. И в продолжении темы. Сегодня около 10 часов дня поступила информация о возгорании в МТВ-центре. Эвакуировали посетителей. На место прибыли пожарные машины. Однако тревога оказалась ложной. В Главном управлении МЧС России по Чувашской Республике пояснили, что огня в здании не обнаружено. Сегодня в деревне Тарханы Шумерлинского района прошло общественное обсуждение строительства участка скоростной автомобильной дороги М12 Москва-Нижний Новгород-Казань на территории Чувашской Республики. 94 километра протяженной с дороги М12 по Чуваши. Это будет шестой и седьмой этапы международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай. Трасса пройдет по Шумерлинскому, Вурнарскому, Бресенскому, Комсомольскому, Канажскому и Янтиковскому районам. В Шумерлинском работы уже начались. В основном дорога пройдет по землям предприятия Приволье, где работают многие жители Краснооктябрьского сельского поселения. Возникла угроза. Мужики землю пашут, коров растят, молоко доят, организовали кооператив, сыр делают, молоко продают, магазины открыли шумели. А теперь всему этому конец приходит, похоже. Земли 200 гектар. Из 400 небольших гектаров пашни 200 гектар у нас хотят отнять под карьеры песка. Причем с нами не разговаривает никто, с нами не согласовывают. Люди против. Это будут огромные ямы, уйдет пашня. Большегрузы уже повредили поля хозяйства. Представитель подрядчика обещал вернуться к вопросу возмещения стоимости потерянных озимых после схода снега. Министерство природных ресурсов контролирует территорию строительства. Мы первое заинтересованы в том, чтобы все участки недр в случае их получения, то есть были полностью выработаны и, естественно, потом должным образом рекультивированы. Все, что попадает у нас в особо защитные участки с точки зрения лесного законодательства, за что Минпрод отвечает при предоставлении земельных участков, мы, естественно, учтем. То есть, поэтому свои обязательства мы, конечно же, выполним. Жители района интересуют цена и порядок выкупа земельных участков, которые вошли в зону строительства. Много ли будет вырублено деревьев во время прокладки трассы? Как будет идти добыча песка и выемка грунта? Вопросов немало. Будут задействованы некоторые земельные участки для выемки грунта, песка. Вот здесь какая процедура будет, после этого что останется, какое-то возмещение будет, не будет. Фауна сегодня, дикие животные. Дорога разделит лесные зоны на две части. Возникают вопросы. Потом, сохранность наших дорог муниципальных. По нашим дорогам, я уверен, что они будут ездить. А сегодня же большетонные, большегрузные машины. Работа по оценке отчуждаемых земель уже началась. Параллельно идет строительство производственных баз. Практически мы начинаем сейчас уже подготовительный этап работ. Это обустройство производственных бах, вахтовых поселков, где будут размещаться асфальтобетонные заводы, бетонные заводы. Будет проживать ИТР, рабочий персонал, будет хранение материалов. Практически вся инфраструктура. На сегодняшний день эти работы ведутся в Ибрестском районе, в районе поселка Тойси-Паразуси. Там база у нас строительного управления номер 926 обустраивается. И в Шумерлинском районе, район биопарка. Это 519 километров строительства дороги. Строительство такой дороги – стратегически важный объект для Чувашии. Это понимали все присутствовавшие на встрече. Инвестиции в проект составят более 100 миллиардов рублей. Это и новые рабочие места, и стабильная зарплата. Такие общественные обсуждения будут проходить регулярно, чтобы жители получили ответы на все интересующие их вопросы. Татьяна Молокова, Семен Антонов, Республика. Новая дорога, уютный дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт. Жители деревни Малая Рабузи, расположенные в Батаревском районе, получили к Новому году сразу несколько подарков. Подробнее об этом в следующем сюжете. Такое бывает нечасто. Чтобы в одной деревне открылись сразу три социально значимых объекта. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это что? Это физическое, духовное и психологическое благополучие человека. И, конечно, когда все это в комплексе у человека есть, он будет здоров. Мы с вами будем здоровы навсегда. Берегите себя. В местном клубе большие изменения. Помещение отремонтировали внутри и снаружи. Новая мебель, сценические костюмы. Дом культуры начал новую жизнь. Жители деревни очень рады новому фельдшерско-акушерскому пункту. Модульный ФАП построен в рамках национального проекта здравоохранения. Еще один новый объект – асфальтированная дорога. Она соединила улицу Октябрьская с улицей Пушкина и Садовой. Ее протяженность – около двух километров. Подвели итоги года и наградили отличившихся на службе. Сегодня, 12 января, свой профессиональный праздник отметили работники прокуратуры. Николай Осипов работает в прокуратуре более 20 лет. В его послужном списке раскрыты преступления, помощь в погашении задолженности по зарплатам работникам предприятий, восстановление прав детей-сирот на получение квартир, устранение несанкционированных свалок. За эти годы Николай Владимирович успел поработать следователем по особо важным делам, старшим прокурором отдела по надзору за расследованием преступлений, заместителем начальника отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. Руководил прокуратурой Батаревского района, а в конце 2020-го стал прокурором Московского района Чебоксар. Сегодня по приказу генерального прокурора России ему вручили нагрудный знак за безупречную службу. Самое главное не оставаться безучастным к проблемам людей. Прежде всего нужно понять, если человек пришел к тебе, пришел к прокуратуре, пришел к прокурору, он пришел, как правило, за последние истинные, за последние инстанции. Очень главное человека выслушать и понять, и попытаться всеми возможными способами, законными, решить его проблемы. Прокурор, как известно, это от слова заботящийся. И поэтому наша основная задача – это забота, прежде всего, о простых гражданах, которые приходят в прокуратуру за защитой своих прав. Прокурор – это как раз тот должностное лицо, который просто обязан непосредственно такой проблемой заниматься и решать проблемы именно простых людей, которым, в принципе, больше возможно обратиться даже и некому. Поэтому нам и закон такие полномочия представляет, и полагаю, что в целом мы достаточно эффективно в этом направлении работаем. Отстаивать трудовые, социальные и имущественные права жителей республики – ежедневная работа сотрудников. Сотни проверок, тысячи исков, тонны изученных документов – цифры говорят сами за себя. В результате принятых мер погашена задолженность по заработной плате перед четырьмя тысячами работников на общую сумму более 70 миллионов рублей. Более четырех тысяч нарушений законов причастено в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По материалам прокурорских проверок возбуждено 11 уголовных дел, связанных с финансовыми злоупотреблениями при оказании коммунальных услуг. Обеспечивалась законность приорализации в Чувашии национальных проектов. Серьезную поддержку от прокуратуры в 2020-м получили и предприниматели. Из-за неблагоприятной экономической обстановки в связи с пандемией, ведомство ограничило проверку бизнеса и сумело защитить собственников от административного давления. Кроме того, прокуратура помогла получить положенные меры государственной поддержки. Работа в этом направлении будет продолжена и в этом году. Татьяна Трофимова, Юрий Марков, Республика. Подробнее о работе прокуратуры смотрите сразу после выпуска новостей в программе «Правовое поле» с Татьяной Трофимовой. Как жить на пенсии увлеченно, заниматься творчеством и быть физически крепкими, знают участники комплексной целевой программы «Активное долголетие». Занятие в рамках национального проекта «Демография» проводит Столичный центр социального обслуживания населения. Социальная дистанция и маски совсем не мешают посетителям центра. Главное для них – живое общение. Здесь царит дружелюбная и творческая атмосфера. Рукоделие, различные образовательные программы, спортивные занятия – скучать здесь явно некогда. Полина Кузнецова посещает занятия уже третий год. Мне здесь очень нравится. Во-первых, на пенсии не хватает общения, а здесь мы встречаемся, обсуждаем, новые рецепты какие-то, с друг с другом делимся. А вот работа с мелкими деталями – это мелкая моторика. А вот в нашем возрасте очень важно, чтобы пальчики работали. Мы не только цветочки такие делаем, мы и вяжем. Потом делали цветочки из лент очень красиво. Спорт в особом почете. Для укрепления духа и тела ветераны занимаются скандинавской ходьбой, пилатесом и йогой. Большое внимание мы обращаем на здоровье спины. Вот конкретно спины на спину, потому что это, в общем-то, проблема века. Ну, также мы занимаемся и на улице. Допустим, в летнее время мы даже вот все наши обычные упражнения можем делать на улице. У нас очень хорошая площадка есть. Вот насколько я наблюдаю сама за своими дамами, помогает однозначно. Конечно, коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в работу центра. Пожилые люди осваивают смартфоны и другие гаджеты, чтобы была возможность выходить на связь прямо из дома. А для тех, кому больше 65 лет, уже проводятся онлайн-уроки. И встряхнули пальчики. Есть познавательные студии. Это как раз университет старшего поколения. Там разные факультеты. В рамках этого факультета у нас есть школа безопасности пожилых бабушек. Смартфоны реализуются проекты. То есть центр общественного доступа. Это обучение компьютерной грамотности. То есть направления разные-разные. Планы очень большие. И очень многие изъявили желание обучения иностранных языков. Наверное, в этом году сейчас тоже начнем, может, в онлайн-режиме. Посетители называют центр вторым домом. Здесь занята каждая минута, здесь друзья. Ольга Семенова, Сергей Копеев, Республика. Времена, когда тишина должна быть в библиотеке, в прошлом. Теперь это пространство для самых разных интерактивов. В обновленной столичной библиотеке имени Валентины Чаплиной прошел чемпионат настольных игр. Подробности в репортаже Марии Шоклевой. Эмоции. Их на чемпионате настольных игр очень много. Ведь все хотят победить. Для этого нужно обойти 10 игровых столов и постараться обыграть соперников за каждым. На моей игре очень часто возникают споры, особенно когда приходят взрослые. Они начинают бороться за каждый шарик, шарик упал, они начинают его куда-то прятать, чтобы другой не смог собрать. У них какая-то мини-бойна между друг другом. Организаторами чемпионата стали педагоги и ученики медиа-центра «Куча Мала». Они и игры подбирали, и за порядком следили. Самое главное – следить за тем, чтобы не жульничали. Потому что некоторые хулиганят и кладут не те картинки. Мне казалось, что взрослые, они придут, они вот так как орешки будут щелкать мою игру. Игра такая, что у меня друг утюг. Но карточек нужно отгадывать. И взрослые, и дети одинаковые примерно вопросы задают. И главное, если не получается, там проходит полминуты, они – ну все, тогда не буду. Там друг какой-нибудь – да ладно, ладно, ты там в комнате. А, в комнате? Ну ага, продолжаем, продолжаем. Настольные игры – это еще и хорошая тренировка внимания, памяти, скорости, реакции. Настольные игры сближают людей, они помогают найти общие интересы, учат быть дружными. А еще лучше проигрывать. Победителем чемпионата стала Арина Столбова. Она собрала шесть победных баллов ленточек из десяти возможных. Девочка просто заглянула в библиотеку за книжкой, а домой вернулась еще и с подарками от объединения библиотек города Чебоксары. Мария Шоклева, Даниил Сергеев, Республика. Сегодня стартовал региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников. В нем примут участие более двух тысяч человек. Иностранные языки, математика, физика, химия, биология. Проверить свои знания школьники смогут по 22 предметам. Региональный этап Олимпиады продлится до 25 февраля. Члены предметно-методических комиссий проведут обучающие семинары и консультации для наставников-участников Олимпиад. Победа в региональном этапе – это шанс выйти в финал Всероссийской Олимпиады школьников. В нем примут участие все, кто набрал необходимое количество баллов, а также победители и призеры заключительного этапа предыдущего учебного года. Кстати, победители и призеры финала могут поступить в ВУЗ без вступительных испытаний по профильному предмету. Конкурс «Рождественский вертеп» – новая традиция Чебоксарско-Чувашской епархии. Он проходит в преддверии Рождества Христова, а итоги подвели на днях. Жюри оценило оригинальность, сложность и мастерство исполнения. В добром рождественском соревновании участвовали 13 храмов, 18 семейных коллективов и воскресных школ из Чебоксара, Новочебоксарска, Шумерли, Канаша, поселка Вурнара и трех районов республики. В творческом состязании в номинации «Вертеп» у храма вход пошли фотографии, презентации и даже видеоролики. Очень хорошая идея создания такого конкурса. Какое-то общее дело, которое делается всем коллективом, оно сближает, оно делает людей еще ближе и дружнее. Поэтому я, конечно же, всячески поддержал эту инициативу и даже сам немножко чуть-чуть поучаствовал в этом конкурсе. Удивили наши районы, удивили сельские воскресные школы, городские, понятно, сельские, просто показали просто высокий класс. Разумеется, отдельно выделить кого-то из жюри оказалось совсем непросто. И все же по результатам экспертизы победителем конкурса члены жюри единогласно признали «Снежный вертеп». Он удивил всех ледяными ангелами и живой овечкой у вертепа. Так, Веденский кафедральный собор стал победителем номинации «Вертеп у храма среди городских храмов». А среди сельских в лидерах воскресная школа храма Святой Труицы села Аринино Маргаушского района. Что касается другой номинации «Настольные вертепы», организаторы конкурса особо отметили участие вот этих ребят. Это первоклассники 2-й гимназии Чебоксар. Они собрали свою пластилиновую историю. Наши дети должны знать историю, должны знать азы христианства. Все это складывается в их мировоззрении. И, конечно же, участие в этом конкурсе – это большой праздник для наших детей. Ну, поддержали эту идею родители. Среди лучших настольных вертепов также воскресная школа села Акулево Чебоксарского района, Веденского собора Чебоксар и Шумерлинского храма во имя святого преподобного Серафима Саровского. Свою работу представила и 10-летняя Даша. Я изобразила вертеп. Это пещера, где родился младенец. Там жили пастухи. Занесла сено, положила младенца. Мы с ней много рисунков смотрели. У нас и книжка есть дома. И мы решили, что обязательно, нам сказали, обязательно надо Вифлеемскую звезду делать. Там младенца. Как мы вот увидели, что организуется конкурс вертепов, и мы решили с ней участвовать. Мы придумали все с Дашей. И вот, я думаю, у нас получилась интересная работа. Все участники вертепных команд получили дипломы. Ну и, конечно, самый главный подарок – это настроение светлого праздника. Наталья Мальчикова, Александр Отяков, Республика. Это были главные новости вторника, 12 января. А я с вами прощаюсь. До завтра.